Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дальнейшие обработки, интерпретации, анализы, заключения очень предстоит. Это как бы создана база данных, потом его надо ещё дальше изучать, исследовать. Тут представлена частота тех самых генов, которые на сегодня известны, о том, что они участвуют в адаптации к холоду. И, как мы видим, в основном они связаны с жировым обменом, с метаболизмом липидов, с энергетическим обменом. Ну, что и следовало, собственно, ожидать. Потому что для того, чтобы выживать в холодных условиях, человек должен иметь, ну, сохранить, выработать нужную ему энергию, сохранить её для того, чтобы пережить вот холод. И плюс это связано также с нашим питанием, так как в нашем питании и в рационе значительную роль играет жировой обмен жиры. Например, вот в нашей жирбякине известно, что в отличие от других животных жиров, есть большой процент ненасыщенных омега-3 жирных кислот, которые считаются полезными для того, чтобы сохранять здоровье сосудов, чтобы был меньше риск вечно сосудистых заболеваний. Поэтому, в общем-то, я думаю, человек северный выжил, потому что был именно разумный баланс именно питания. Самое интересное, я заметил, как биофизик, что природа заложила и вынудила человека северного именно держать баланс питания. Именно баланс. О чём я говорю? Это соотношение жиров, определенного состава, и соотношение жиров и белков. В мясе это есть, в принципе, так. Но, с другой стороны, человек северный, точнее, мы якутский народ, кроме мяса кушали ещё и рыбу. Это как бы половина питания, и всегда это была рыба. А в рыбе содержатся те жирные кислоты, линоленовые, крайние медвии, важных жира, которые, в общем-то, обеспечивают нормальную работу гормональной системы, допустим. Полезно сейчас вспомнить про этот баланс. Именно в последнее время продукты питания, которые мы получаем через магазины, там немножко другое. И очень много, в общем-то, добавок, консервантов. Произошёл некий отрыв от тех генетических корней питания, которые уже веками у нас устоялись. И вот в последние 10-15 лет в общем-то сделали отрыв очень плохой. То есть отрыв как бы от природы. Раньше люди питались то, что давала природа, и прерабатывали вот этот продукт природный. А сейчас этого нет. Огромное значение, оказывается, имеет не только наш генетический аппарат, человеческий, да, но огромное значение на него влияет и генетический аппарат, который живёт в нашем кишечнике, в наших бактериях. Кроме бактерий, там живут и грибы, и дрожжи, и вирусы. Но вот генетический аппарат бактерий имеет огромное значение на здоровье, на развитие различных болезней, в том числе и в современных условиях. Это ожирение, да, сердечно-сосудистые болезни, рак, да, различные нейродегенеративные болезни, как Альцгеймера, паркинсонизма, рассеянный склероз, которые связаны, конечно, со всеми нашими условиями современной жизни. У нас есть опросники по питанию, опросник, допустим, частотного питания, фактического питания, и по этим анкетам, по этим опросникам собираются все данные по питанию, допустим, коренного населения, не только по питанию, по физической активности, по уровню стрессовой нагрузки, как по образу жизни, чем живут, чем питаются, как двигаются, и делается анализ, выводы. Была создана экспериментальная база в Горном Улусе, и эти работы велись на международном уровне. Наши сотрудники работали совместно с Северо-Западным и Орегонскими университетами США. Наша основная база была в Бердегистях и Горного района. Мы видим, что у населения очень увеличилось число лиц среди населения с ожирением и повышенным уровнем артрального давления. Это говорит о том, что вот это изменение образа жизни, питания, оно приводит к тому, что у нас потребление больше, чем расход энергии, и возникает ожирение, которое с собой влечет еще целый цикл метаболических различных нарушений. И на данный момент вот это является, ожирение является для нашей популяции огромной проблемой. Она стала сейчас очень острой социальной такой проблемой, потому как с ней связаны все наши, связаны развития всех наших болезней цивилизации, которые, я сказала, это и ожирение, сердечно-сосудистые болезни, рак, аутоиммунные болезни, аллергические реакции, нейродегенеративные болезни. Это все связано в основном с ожирением. Вот ожирение дает как бы такой пусковой механизм. Основными причинами ожирения мы вот с генетической точки зрения считаем это эволюционное несоответствие. Наши гены формировались в течение очень многих миллионов лет. За годы эволюционного развития, допустим, первобытного человека эти гены, они не изменились. А наоборот, изменились условия среды обитания и питания. В принципе, мы, коренные жители Севера, достаточно хорошо эволюционно приспособлены к этому, да. Но сейчас вот мы, у нас питание изменилось, мы живем в очень теплых домах, где нет уже такой потребности, ну, реализации тех механизмов, которые в нас заложены, да. И, конечно, это все способствует тому, что у нас идет накопление жира, которое, ну, и приводит к различным другим эффектам. Наши исследования начинались с изучения отдельных генов, которые были связаны с заболеваниями. Но постепенно, чтобы понять природу этих заболеваний, нам нужно было исследовать и, ну, собственно, как именно устроена физиология нашего народа, как заболевания протекают в наших условиях, какие есть генетические особенности. И поэтому сейчас вот с развитием, бурным таким развитием генетики, когда, ну, исследования переходят от отдельных генов к целому геному, то исследования выходят уже на другой, на новый уровень. Следующим большим вкладом, конечно, является достижение наших генетиков. Они расшифровали геном якутского народа. Были изучены ДНК САХА, народа САХА, какие там есть мутации, какие полиморфизмы и как они влияют на формирование и развитие заболеваний. Сейчас уже доступна расшифровка полных геномов, то есть прочитывание полного генома. Вообще геном человека, конечно, очень сложный, с одной стороны, и он состоит из трех миллиардов пар оснований. То есть это основания, это такие, можно сказать, ну, если по-простому сказать, это такие буквы, из которых складывается генетический код человека. И на самом деле, вот три миллиарда – это очень много, с одной стороны, но с другой стороны, кодирующая часть, та, которая кодирует белки, из которых состоит, ну, организм человека, ну, и вообще любого живого существа, она составляет всего лишь полтора процента. Это называется экзомная часть. В 2012 году были проведены работы по изучению экзома якутского населения. То есть сейчас мы можем уже расшифровывать весь полный геном. Вот тут мы, например, сейчас занимаемся тем, что исследуем белки и антитела, ну, при развитии иммунной реакции к различным патологическим белкам, проводим иммуноблотинг. Это вот магистрант наш, Институт естественных наук. Он занимается тем, что будет сейчас инкубировать сывороткой больных разных патологий и будет выявлять вот именно реактивность к различным белкам. А как долго этот процесс? Ну, мы качаем это, час где-то у нас качается, происходит антитела, должны связаться с теми белками, которыми они специфичны. А с теми, кого они не узнают, они не связываются. Поэтому мы, когда вот посмотрим, ну, свои результаты и увидим уже на окраске, увидим, и произошла реакция, или не произошла. Таким видом, такой качественный метод. Также вот тут, ну, предварительно мы проводим электрофорез. он проводится на холоду, настраиваем прибор, и вот в электрическом поле происходит разделение сначала белков. И там используем также маркер. За это время были очень много экспедиций, были получены хорошие результаты по метаболическому здоровью, по липидному профилю коренного населения, изучали реакцию организма на холод, изучали бурый жир. Есть такое понятие, как бурая жировая ткань, да, это особая такая специфическая жировая ткань, и ранее считалось, что она функционирует только у новорожденных, и у людей с момента взросления она редуцируется, то есть исчезает. Да, это функция этой бурой жировой ткани, она состоит именно в несохранительном термогенезе, то есть она способствует выработке энергии. И она в большом количестве есть у новорожденных, это устроено природой, чтобы защитить его от перехлаждения их. И вот оказалось, что в исследованиях последних лет видно, что даже у взрослого человека, у некоторых, да, скажем, эта бурая жировая ткань продолжает быть активной и продолжает функционировать. И мы провели такое исследование, когда мы вводили человека, как бы подвергали его воздействию контролируемого холода, скажем так, да, и смотрели, как меняется температура, как меняется основной показатель обмена, да, то есть смотрели потребление углекислорода, и мы увидели, что в ответ на холод меняется как температурный, ну, кожных, да, покровов, так и усиливается обмен. То есть это говорит о том, что у части коренного населения Севера это бурая жировая ткань продолжает до сих пор функционировать, и есть она. Мы увидели, что в целом основной обмен, показатель основного обмена у коренного населения на 18-20% выше, чем у населения других широт. И это говорит о том, что наш организм, он в ходе адаптации, эволюционной адаптации к условиям среды, да, а в первую очередь факторы – это холод и доступные источники питания, потому что человек приспосабливался не только к климату, но и тому, что он мог есть. Так как кишечник – это относится к пищеварительной системе, да, желудок, там, тонкий, толстый кишечник – это все органы пищеварительной системы, и он имеет огромное значение в процессе пищеварения, усвоения пищи, да, усвоения витаминов, микроэлементов, и поэтому сейчас вот микробиота кишечника имеет огромное значение. Кишечный микробиот, каждый от человека состоит примерно из 100 тысяч миллиардов бактерий, и она крайне разнообразна и состоит из бактерий, грибов, дрожжей и вирусов. Любое изменение в бактериальной составе кишечной микробиоты вызывает нарушение отмена веществ, нарушение иммунитета и пищеварения у больного человека. Только 10% генов являются, собственно, человеческими, а остальной процент, допустим, являются генами микробиота кишечника. И сейчас вот выдвигается гипотеза, что кишечник – это генетический банк человека. Всеми нашими генами, всем нашим организмом, формированием здоровья, развитием болезни, всё управляет кишечник. Считается во всем мире, что большую роль, может быть, играет не сама генетика, не сами гены, а ещё и микробиом, то есть те микроорганизмы, которые обитают в нашем кишечнике. И поэтому нами было проведено первое пилотное исследование. Буквально несколько человек, не больше 10 человек, исследовано было якутского населения. И выявилось, что первое, самое главное, что мы выявили, это то, что якутская микробиота отличается большим разнообразием по сравнению с жителями мегаполисов России. И в то же время мы отличаемся и от других северных популяций, те же инуиты, которые, как я говорила, очень хорошо приспособлены на холоду, в своей диете. Оказалось, что по ним микробиоты у нас тоже отличаются, то есть по сравнению с ними. И это тоже очень интересный вывод. И поэтому вот эти данные показывают, что изучение микробиоты именно нашего якутского населения может быть очень перспективным в плане именно поиска новых вот этих микробов, которые помогают сохранить наше метаболическое здоровье. Допустим, сейчас натуральные продукты стали очень другими. В результате введения новых технологий, допустим, клеточной, длинной, хромосомной инженерии, да, у нас природные продукты и пшеница уже не та. Допустим, селекция вот злаковых, она ведет к увеличению содержания глютена, вы, наверное, слышали, да. Глютен – это клейковина, это сильнейший аллерген. Аллерген, который вызывает изменения ответа иммунологической всей нашей иммунной системы, вызывает различные аллергии, болезни. И таким образом, так как мы говорим, сейчас идет по всему миру пандемия ожиения, и основными причинами являются это эволюционные несоответствия. Наши гены не приспособлены переваривать, допустим, тот же глютен, крахмал, углеводы, да. Допустим, вот наш генетический аппарат к этому не приспособился еще. Следует отметить, что на самом деле на 99% и 0,9% геном всего человечества, любого человека на Земле у всех одинаковый. Всего лишь есть небольшая вот вариабельная часть. В 2016 году мы начали участие в проекте «Российские геномы», который был начат в Санкт-Петербургском государственном университете и ставил такие амбициозные задачи по расшифровке полных геномов российских разных регионов, населения различных российских регионов, так как Россия в этом плане еще недостаточно изучена, российские популяции. И на первом этапе вот этого проекта были изучены, естественно, русские популяции Пскова и Новгорода и Якутская, как пример вот именно народа, который живет в экстремальных условиях среды. Исследования эти, конечно, вот такие высокотехнологичные, требуют такого специального оборудования и занимают достаточно длительное время. Но тем не менее, вот расшифровали несколько якутских образцов. Образцы собирались в виде трио, то есть собирались, должны были быть якуты в трех поколениях, мать, отец и взрослый ребенок. И именно такой подход, он дает наиболее достоверные результаты. Эти исследования, конечно, дали очень большой массив информации, который ранее был недоступен. Мы изучали различные патологии. И в процессе этого изучения нам был собран большой банк ДНК и других биоматериалов. Это часть, конечно, коллекции, это небольшая. Например, вот тут у нас хранится ДНК, можете посмотреть. Сначала из крови. Кровь мы берем в пробирке, как обычный анализ давали все. Затем после определенных этапов происходит, вот, собственно, из клеток, содержащих ДНК, выделяется ДНК, которая, если вот приглядеться, в принципе, она вот в такой виде хранится. Достаточно долго может храниться, и поэтому можем использовать ее для различных исследований. Как отдельные гены, так и геномы. В наших исследованиях мы также увидели такой феномен, который называется полярный Т3-синдром. Он был ранее описан у полярников Антарктиды. Он заключается в том, что зимний период у человека, который находится в условиях холода, снижаются показатели содержания гормонов щитовидной железы в крови. Конечно, это холод. С одной стороны, это наше благо, с одной стороны, особенности. На мой взгляд, это в отношении паразитологии. Наш холодный климат нас спасает от огромного числа паразитов, которые живут в почве, попадают в нам различными растениями, овощами и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, отношение холода, оно как бы говорится у нас в голове. Если мы воспринимаем его как не такой фактор, но просто у нас, видите, как, на мой взгляд, эволюционно сложилось так, что мы холод рассматриваем как угрозу, потому что она реально в наших условиях является угрозой. Она может... Как бы мы не всегда можем с ней бороться, да, у нас огромные расстояния, и холод для нас действительно представляет большую опасность. Сейчас, конечно, с этой урбанизацией, транспортной схемой и так далее мы все меньше подвергаемся воздействию холода, но я думаю, что все-таки нам, особенности в жилых помещениях и рабочих помещениях, надо очень хорошо организовать климат-контроль. То, что мы находимся в условиях, некомфортном именно температурном режиме, оно оказывает крайне неблагоприятное влияние на наше здоровье. И на этот момент, мне кажется, хотя мы и понятно, что на севере хотим тепла, хотим этого, но тем не менее необходимо очень хорошо регулировать температуру среды. Вот, и поэтому я думаю, что если холод, с другой стороны, он является нашей уникальностью, например, Якутия, мы вообще можем быть регионом, полигоном, где может быть проводится множество исследований различных механизмов, средств защиты и так далее в отношении сохранения жизнеобеспечения, сохранения жизни, здоровья и так далее. Мы все-таки близки к нашим географическим соседям, к восточно-азиатским популяциям и сибирским. Буряты, алтайцы, туринцы и так далее. Ну, естественно, они живут в таких же холодных условиях. У них произошел оббор по некоторым генам. И эти гены, в основном, связаны, конечно, с энергетическим, то есть гены, связанные с холодом, они связаны с энергетическим обменом, с обменом жирных кислот. Как правильно питаться? Вот это фундаментальный вопрос. Поэтому вот те ученые, которые занимаются этим вопросом, они уже это дело заложили. И вот медики, врачи, это как раз те, я бы сказал, просветители. Они просвещают все население, свое окружение новыми знаниями. Поэтому к ним надо обязательно прислушаться. Потому что они знают то, чего, в общем-то, основной народ пока не знает. Поэтому надо это все хорошо знать, изучать. А как мы будем знать, если мы не будем это все изучать? Надо изучать. Надо в науку вкладываться. Надо финансировать хорошо науку. Тогда будут у нас какие-то конкретные ответы на все наши вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова